Приветствую коллеги. Итак, начинаем наш очередной вебинар. День 17, 8 марта 2016 года. Поздравляю с праздником, а мы идем в бой. Это у нас 17 день 9 тренинга вебинара по русским процессам. Называется у нас тренинг по русским процессам, но по сути мы многие, многие темы не затрагиваем. Мы идем только по практике. В какой-то мере мы шли по очень такой сирмяжной практике. У нас в первой примерно половине, примерно первые 12 встреч, каждый раз были примеры, примеры, примеры. Ваши примеры, 5 примеров, 4 человека прислали 5 примеров. Мы детально рассмотрели. И я так понимаю, что те, кто присылали примеры, те довольно хорошо продвинулись вперед. Появилось вот то. Не то, что понимание, не то, что знание. Знание – это вообще бессмысленная вещь, если она без приложения. И даже не понимание, а вообще какое-то другое хорошее чувство, типа уверенности, типа успокоенности, типа «О, так вот это и все, оказывается, все очень просто». Вот. И теперь последнее. У нас осталось уже несколько встреч. У нас осталась среда, четверг, пятница. 18, 19, 20 встречи будут. Сегодня у нас, так, двигаемся, коллеги. Сейчас я покажу вот такой слайд, на котором как раз и показана одновременно и типичная структура главы по условным процессам в отчет по инженерно-гидрометеорологическим исканиям. И также схема наших вот последних встреч. Итак, что мы довольно долго рассматривали в самом начале? Это была вот эта первая часть, это была подготовка. Подготовка, мы собирали разные исходные данные, анализировали их, собирали, вот, описали участок, определили тип условного процесса. И это уже очень близко мы подошли к результату. И еще это было ключевым действием для того, чтобы определиться, какой же метод расчета плановой деформации можно использовать, какой метод расчета глубинной деформации можно использовать. То есть, или высотных, или вертикальных. Вот. Это вот методы 2, 3, 4. Это сегодня у нас 2. Пройдемся, пробежимся по всем методам расчета плановой деформации. Завтра у нас 3. Это методы расчета глубинной деформации. И послезавтра, да, послезавтра метод 4. А последний день у нас будет вот этот вот уже непосредственно по построению профиля предельного размыва, по описанию, по компоновке главы. И потом еще такие интересные темы, которые называются взаимодействия с разными пользователями, с разными другими персонажами, с которыми нам приходится в нашей жизни в момент написания раздела прошлого процесса в отчет по энергетическому изысканию, с какими нам приходится взаимодействовать. Это будет последний день. И еще там последняя самая тема будет, что делать дальше. Итак, поехали сегодня к плану деформации. Вот красненьким выделен пункт 2. Еще раз, то, что было на предыдущем слайде в виде текста, в виде оглавления или содержания нашего раздела прошлого процесса, здесь представлено в виде картинок. И сегодня вот это первая часть плановой деформации. Мы сегодня обоснуем всего лишь две точечки. Вот эту точечку, насколько мы отложим от современного положения бровки правого берега вправо на полметра, на 10 метров, на миллион метров. Вот. И все. Сегодня только эти разные методы для оценки вот этой точечки, вот этого расстояния отложенного от бровки. Потом мы рисуем линию вниз, под углом максимального естественного откоса. И все. И уже в следующем подразделе переходим к другому действию, к оценке глубинной деформации, которые вертикальные, которые донные. И это опять же наши три основных дня. Сегодня первый день плановой деформации, завтра второй день глубины деформации, и послезавтра будет третий протоки. Вот это три дня, которые потом, в четвертом дне, кстати, вот четвертый день нарисован снизу. В четвертом дне, зная и то, и другое, и третье, мы получим уже обоснованный ППР, профиль предельного равного. Итак, все-таки приступаем теперь уже к плану. А теперь все то же самое, только представлено уже в более развернутом виде. Все те наши три части, которые мы с вами только что видели, они уделились слева. Смотрите, вот плановые, глубинные и плавные протоки. И сегодня идем по первой основной большой строчке, плановые, они же береговые, они же горизонтальные форматы, слева направо. Тут у нас, видите, методы 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2. Основное деление это при наличии карт и при отсутствии карт. И поэтому-то мы занимались перед этим поиском этих карт. Если сумели найти карты, нам повезло, это хорошо, потому что тогда мы можем уже более обоснованно с использованием этих карт получить какой-то результат. Если нет карт, не сумели найти, но приложили все усилия для того, чтобы искать, значит будет второй метод при отсутствии карт. И в этих случаях тоже есть деление. Итак, по порядку пройдем сегодня все эти пять методов. Итак, вот метод 1. Скорая деформация постоянная, прямая экстракляция. Это из всего этого многообразия, всего, что написано по плану деформации, это единственный метод, который прописан в действующих нормативных документах, таких как ВСН-16383 и другие, основанных на постулатах, на подходах гидролого-морфологические теории условных процессов ГГИ. Что там говорится? А там принцип историзма. И при наличии карт он будет нами использоваться всегда. Он основан на том, что давайте мы современное положение, давайте посмотрим, где раньше было, для этого мы ищем старые карты. Наложим их друг на друга и проэкстраполируем. Увидим ту деформацию, которая произошла за прошлый период, и это проэкстраполируем на будущий период. Вот, вот и весь метод. Он правильный по большой сути, но неправильный по глубинной своей сути. Вот, вот это картинка, где у нас по горизонтали отложено время. Здесь у нас есть три времени. Мы с вами сейчас находимся вот в среднем состоянии Т2. Раньше, в предыдущее время, это Т1. Из-за этого момента мы нашли карту. Из-за современной нашли карты. Вот эти две карты накладываем друг на друга. Кромсовики называют вот это накладывание, называют совмещение. Но можно использовать этот термин. Но все-таки понимать, что совмещение мы называем наложение, карту на друга. И получаем некий вектор. Вектор, наклон которого равен скорости размыва берега. Средний за этот период с первого даты до второй даты. И потом, это мы сейчас вам рассказал. Вот этот пункт 1, который называется прямой ход. Это определение фактической скорости плана возмещения берега за прошлый период. Теперь считается, что вот та скорость, которая была, она же будет и в будущем. И просто экстраполируется по прямой линии. Без каких-либо сомнений. Без каких-либо вводов, поправок или еще чего-то. Считается, что если у нас за прошлый период 30 лет правый берег сместился вправо на 30 метров. Значит, мы отсюда получаем среднюю скорость смещения 1 метр в год. И говорим, аааа. Значит, в следующий период река тоже будет смещаться вправо. И тоже со средней скоростью 1 метр в год. Значит, на следующий растетный период, справа, Т3, через 30 лет в будущее, мы будем использовать ту же самую скорость. Это второй, сейчас я рассказал уже, второй пункт, который на будущее. То есть прямой ход это в прошлом, а обратный ход, это, может быть, надо было назвать не обратный, а следующий шаг. Следующий шаг. В первом ходе мы определяем скорость по фактическому смещению и по фактическому времени этого смещения. А во втором мы вычисляем уже будущее, возможное, прогнозное, расчетное смещение. Уже расстояние, которое нам и требуется, как помните, на нашем ППЛе, вот эту точечку, насколько сместится влево. Все хорошо, все понятно. Как это делается? Просто накладываем друг на друга и смотрим, сколько сместилось. Вот я здесь предположу подтверждение из нормативного документа, что смещение характерных точек смещается, и получается положение русского прогнозирования. Здесь многого неправильного, вот на курсах я более детально это расскажу, а сегодня надо закончить. Поэтому детально не углубляясь, особенно в этот метод, потому что он правильный по сути, но по технике выполнения он правильный, но по глубокой сути он неправильный. И как раз мы переходим к следующему методу, в котором как раз улучшение этого метода, сущностное улучшение, учитывающее возможное неравномерность планной информации. Порядок смещения, как происходит порядок смещения. Вот нам все, что нам нужно сделать, это наложить карту друг на друга. И в рамках этого вебинара я такую демонстрацию делал. Я прямо включал свой экран и показывал. Не только как накладываем карты, а как сначала мы выясняем, где этот участок, как скачать эти карты с этого участка, как их наложить друг на друга разными способами. Поэтому сейчас я в технологии этого накладывания не углубляюсь. Мы с вами сразу двигаемся дальше. Это вот я был на конференции, там была такая смешная картинка, которая правильная, как тупое формальное выполнение требований нормативных документов. Но она неправильная по сути. И мы сегодня с вами как раз пробежимся. Как же делать правильнее? Постулируется. В нормативных документах не то, что постулируется, а молчаливо опускается допущение, что скорость размыва, которая была в прошлом, она будет такая же и в будущем. Коллеги, так вот там эта будущая скорость может иметь некую вариацию, некую изменчивость. За счет чего? За счет того, что у нас нет того, что каждый год размывается один метр. Или какое-то постоянное значение. Нет, у нас может быть первый год размыва три метра, второй год ноль, четвертый год один метр, пятый год ноль, шестой год семь метров. И в среднем, конечно, получается некая единая скорость размыва. И когда мы берем карты, отнесенные на значительное расстояние друг от друга, по времени и по расстоянию, то мы видим некое осреднение вот этих вот неравномерных размывов ежегодно. Так вот нам ведь в реальности нужно это учитывать. И вспоминая вообще, что мы даем, мы не занимаемся наукой, мы не занимаемся прогнозом, мы не выясняем, мы не бангуем и не прогнозируем и не догадываемся, где русло будет. Нам нужно нечто другое. Нам нужен некий максимальный размыв. Из возможных вариантов, которые будут в будущем, нам нужна максимальная оценка. Вот поэтому сейчас вот переходим вот к этому следующему методу, который, в общем-то, получается, убивает, зачеркивает предыдущий метод 1.1, который мы рассказали, как метод историзма, что вижу, что пою. Это прямая бездумная экстраполяция того, что было на будущее. В данном случае мы не бездумно экстраполируем метод 1.2 с учетом возможного неравномерности размыва. Переходим к этому методу. Вот, например. Например, у нас была бы не одна съемка, а три съемки. Соответственно, если мы совместим первый со второй, получим одну скорость размыва за первый период. Потом совместим второй с третей, получим второй размыв. Вторую скорость. Если мы совместим первый и третий, мы получим третий скорость. И обратите внимание, по методике информативных документов все три скорости правомерны. И вот эти все три правильные скорости мы откладываем, и в результате на будущее, используя любую из этих трех, мы получаем разные значения. Какое же нам нужно? Непонятно. Давайте сейчас подумаем, какое нам нужно. Для этого мы сделали металлическую работу, сделали по малым водотокам, уже на участках наблюдения других людей, по опубликованным данным, мы обработали их данные по фактическому смещению берегов малых водотоков. А также сами поработали вот с желтеньким, показаны наши точки, которые мы обработали с Александром Искольцюк, а с синеньким показаны точки, которые по литературным данным. были разные наши участки с разным типом процессов. Были вот в Удмуртии Иван Иванович Рысин с Петуховой ежегодно наблюдают размыла берегов. Вот они. И мы все это обработали. Вот это исходные данные по ежегодным размылам. Также делали, использовали данные другие опубликованные. и получили статистические характеристики вот этих ежегодных размылов. Взяв некие ряды размылов. И получили здесь все статистические характеристики. Средние, средне-катратическое отклонение ежегодных размылов, коэффициент вариации, коэффициент асимметрии, минимальное, максимальное значение и все остальное дальше. Все это точно то же самое на малых рядах. И затем сделали методом Монте-Карло моделирование многократное по 100 рядов вот таких вот возможных размылов. И получилось, что у нас в среднем получилось какой-то такой пучок возможных сценариев на будущее, которые вокруг чего-то среднего, и получились некоторые максимальные и минимальные значения. Так вот, коллеги, например, река Селенга, среднее значение размыва где-то, скажем, на расчетный будущий период 30 лет, это 80 метров, минимальные, может быть, при тех же статистических характеристиках размыва 60 метров, а максимальные, может быть, 140 метров. Какое брать? Нам нужно большее. И вот таким образом, обработав много значений, вот по большим рекам, у нас получились уже коэффициенты вариации, уже результирующих вот таких размов на 30 лет, а также и на другие расчетные периоды 50-100 лет, которые я сейчас здесь не показываю. И у нас получилось отклонение, вот последний столбец, это отклонение некого максимального размыва за расчетный период, вот результирующий, к среднему. И вот получилось, что он может превышать максимальное среднее на 20%, а может и на 64%, то есть в полтора раза больше. В больших реках все то же самое сделано на малых реках, и тоже получены такие же таблички, и тоже результат. И тоже получилось минимальное отклонение максимального размыла за расчетный период 30 лет от среднего 20%, и даже в два раза. Получается, что нам нужно? Нам нужен не средний размыв, а что нам нужно? Нам нужен максимальный размыв. По сути, понимание, что такое БПР. Итак, вот этот метод 2 с учетом неравномерности плановых размыва и переговоров. Все то же самое, что было по методу ГГРИ. Первый шаг определяем фактическую скорость, последний шаг, используя скорость, умножаем на расчетный период, скажем, 30 лет, и получаем расчетный размыв. Это что? Это непонятно какой. Возможно, средний, а возможно, ну не знаем какой. Так вот, нужно перейти вот этой фактической к максимальной скорости. У нас суть вот этого следующего метода, который мы сейчас рассматриваем, заключается переход от полученной рассчитанной скорости за прошлое к другой расчетной, та, которая может быть максимально достигнутой за этот расчетный период. И поэтому нужно использовать повышающий коэффициент, который вам только что уже показан в предыдущем слайде. Это есть повышающие коэффициенты от среднего максимального. Какие у нас повышающие коэффициенты? Вот еще раз. Смотрите, от 2 до 1,15. Соответственно, вот этот метод, состоящий из 3 шагов, здесь как только что был показан в виде текста, здесь он показан в виде картинки. Например, мы взяли одну карту 1982 года и взяли карту одну 2012 года. Между ними 30 лет. За этот прошлый период 30 лет река сместилась на какое-то расстояние, скажем, 30 метров. Значит, мы по формуле простейшая скорость равно расстояние, деленное на время, получили средний размер за прошлый период 30 лет, который равен, скажем, метров в год. Теперь, на расчетный период, на будущее мы уже берем не эту скорость, а делаем сначала следующий важный шаг по переходу от некой эффективной непонятной скорости к максимальной, исходя из нашего понимания, что такое ППР. Что ППР это не прогноз, докуда река размой, а это гарантийные линии, докуда точно не размой. Именно это нам и нужно по сути. И уже третьим шажком используя уже новую скорость, которая больше или на 20%, или на 100%, то есть в среднем где-то на 50%, надо прошлую скорость увеличивать на будущий период для перехода в гарантийные линии. Использовать уже эту скорость. Третий шаг, умножаем уже эту скорость на расчетный период, скажем, 30 лет, и получаем не прогноз, где русло будет, а расчет, где русло не будет. И теперь вот здесь есть разные дальше примеры, как может влиять значение это коэффициент в разных случаях. Я на это не останавливаюсь, потому что нам сегодня нужно уважиться все методы за час, и поэтому переходим дальше. Оказывается, этот метод, который вроде бы простой, понятный, даже без увеличения скорости, даже с увеличением скорости, но оказывается, там есть такие подводные камни, оказывается, есть схема деформации, когда мы понимаем, что с рекой происходит, и мы можем из будущего размыва прокторполировать будущий размыв, исходя из понимания схемы деформации, которую называем тип русло-процесса, а иногда бывает, что эта схема деформации непонятна. Например, вот вам два типичных примера, когда мы схему деформации понимаем. Слева у нас слабо развитая излучная, которая свойственна тем, что излучная сохраняя свою степень разности сползает вниз по долине, которую в терминологии Гвинн называется ограниченными адресами. А справа у нас сильно развитая излучная схема деформации, которая заключается в увеличении степени разности и деформации берегов поперек долины. поэтому тогда в этих разных характерных створах имея совмещение, наложение каждого на друга, получив прошлая скорость, мы можем, увеличив ее, получить следующую. Когда схема деформации понятна. Например, как здесь. Но объясняется, что, оказывается, у нас еще есть разные другие схемы деформации. Это я пропускаю. Я, по-моему, даже это рассказывал. в одну секунду формула Экологии Кондратьева в чем ее суть? Она заключается в том, что это пересчет. Это не расчет деформации берега, а это пересчет максимальное смещение в угольство. Вот и все. Поэтому, как такой аргумент для использования этот метод не годится. Ну и теперь мы рассмотрели два случая, в которых мы понимаем, что происходит. И, соответственно, можем использовать один из тех методов расчета плана деформации, которые мы рассмотрели. Это метод вот два, который ограниченное меандрирование называется, где излучина, сохраняя свою степень развития, сползает вниз по долине. И здесь это картинка 4, то, что называется в терминологии ГГИ свободное меандрирование, а по сути это развитая меандрирование, в котором основная деформация заключается в развитии излучин поперек долины. Но, оказывается, есть еще разные другие типы услуг-процессов, которые как раз мы рассматривали, когда рассматривали типы процессов, не в сформативных документов. А сейчас нам они интересны, как типы услуг-процессов, которые могут быть менее понятны, менее такие ясные, чем те, которые ясны. Например, где-то между ними, между этими двумя схемами деформации, которые заключаются в сползании излучин вниз по долине и в развитии излучин поперек долин, есть еще какая-то другая дополнительная схема деформации, которая заключается в совмещении в одновременном развитии как по схеме 1 с ползанием вниз, так и по схеме 2 развития угол. И доля вот этих разных деформаций может быть разная. Здравствуйте, Людмила, с праздником, извините, опоздал. Ура, очень рад, Людмила, что вы пришли, потому что очень рад, с праздником, приветствую, потому что я уже сам себе расскажу. Просто потому что этот вебинар надо мне закончить, потому что у нас вот осталась среда, четверг, пятница, 9, 10, 11, сегодня 8, сегодня плановая деформация, завтра 9, глубинный, 10, в четверг полной протоки, и 11, утром еще раз встретимся, построим ППР, напишем главу, и там дополнительные такие темы, которые называются взаимодействие с кем-то, с теми, с кем нам приходится встречаться, и что делать дальше. Все, и тогда будет у нас вот это все закончено, потому что 11, я уже встречаю людей, которые приезжают на курс с кем-то инклификации, в котором начинаются 13-го. Поэтому давайте я вам сейчас дам ссылку, если она вам нужна. Нужна, нет? Да, нужна. Я сейчас дам ссылку, это что? вот, со второго аккаунта, который Александр Кондратьев 2. Эта ссылка, вот сейчас мы давайте на ней нажмем. Я вчера не смогла присутствовать. Ну, а я что-то решил уже все-таки давить, чтобы была какая-то завершенность. Вот, и здесь ссылка на все записи, но они как-то здесь появляются в виде непонятно здесь в каком порядке они. А может быть они здесь по порядку и стоят. И потом вот все презентации, включая вчерашнюю, включая сегодняшнюю, то есть все-все-все, они пронумерованы. Вот, вчера было, вчера у нас были типы процессов неописно нормативного документа. И как раз вот сейчас вот это я ссылаюсь, мы идем сейчас по методам. Так, сейчас. Вот, далеко что-то. Но все равно придется уже докрутить. вот это все я уже рассказал. А можно вчерашнюю, остальное у меня есть. А, ну хорошо. Хорошо. так. 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 Так, вчерашняя презентация 16, это которая, вот типовый процесс, не описано мальчиком документов. Первая ссылка. Вторая ссылка, это чей-ра-шняя запись. Это, соответственно, типовый процесс, не описано мальчиком документов, запись. И сегодняшняя, то, что я сейчас показываю, сегодняшняя презентация. Это, то, что я сейчас показываю, это разные методы расчета плановой деформации. Я кручу, 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 что-то много мы тут уже прокрутили, оказывается. Хочу показать, ну, как бы коротко рассказать, о чем я сейчас сегодня рассказывал. Значит, мы идем по первой строчке, это разные методы расчета плановой глубинных деформаций. Они различаются, вот, завтра будем рассматривать глубинную вторую строчку, и после завтра половиной протоки, последнюю, нижнюю строчку. А сейчас у нас здесь две основные, два основных столбца. Первый столбец, это при наличии данных, и второй, при отсутствии данных. Вот, и при наличии данных, когда карта есть. Для этого мы как раз и занимались перед этим поиском разных карт. Первый метод, вот, 1.1, скорость деформации постоянно. Это и есть единственный метод нормативных документов. Там описано только это. И там он простейший. Наложили карты, увидели, сколько смещалось, эту скорость и используем. Я потом сразу перехожу к критике и говорю, что этот метод вообще-то надо зачеркнуть, его нельзя использовать. Вместо него надо использовать другой метод 1.2, когда скорость деформации не постоянно. Я показывал, что... Почему, насколько надо увеличивать. Ну, грубо говоря, в полтора раза надо увеличивать. Вот и весь метод 1.2. И теперь вот я этот метод 1.2 как бы заканчиваю. И говорим, что, а может быть еще хуже. И сейчас мы с вами уже пришли в тот момент, когда я начинал рассказывать метод 1.3, когда деформация не ясна. Продолжение следует... Продолжение следует...